МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры! С праздником вас! Информационный отдел Чувашской митрополии Русской Православной Церкви совместно с Национальной телерадиокомпанией Чувашия начинает прямую трансляцию пасхального богослужения из Покровско-Татьянецкого собора, столицы Чувашской республики, города Чебоксары. Несколько минут назад к нам сюда, в Покровско-Татьянецкий собор, в город Чебоксары, привезли благодатный огонь из Москвы. До этого он был доставлен из Иерусалима, где сошел на гробе Господнем. И вот вы видите, как высокопреосвященнейший митрополит Варнава, Чебоксарский и Чувашский возжег уже. Две свечи, два светильника, и прихожане могут получить этот благодатный огонь. Уже большая часть храма стоит со свечами, со светильниками, именно с этим огнем. Ну, считается, что несколько первых минут он не обжигает, имеет чудотворную природу, потому что сходит в святом месте, в храме гроба Господня. Сегодняшнее ночное богослужение, посвященное великому празднику Святой Пасхи Христовой, совершит, как уже было сказано, правящий архиерей Чебоксарской епархии, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Ему будет сослужить соном духовенства собора, а мне, Илье Тумакову, дано благословение сопровождать богослужение краткими комментариями. Я буду говорить о смысле праздника и совершаемых священодействиях, а также переводить с церковнославянского на русский некоторые не вполне понятные современникам слова, молитвы и песнопения. Постараюсь это делать так, чтобы не мешать вам быть соучастниками этого события, созерцать и ощущать красоту и величие сего торжества. В эту святую, исполненную небесного и земного ликования ночь, весь христианский мир празднует самый радостный, основополагающий праздник праздников, торжество из торжеств, светлое Христово Воскресение, Святую Пасху. Позади Великий Пост, который с древнейших времен предваряет наступление Пасхи, миновала и Страстная Седмица с ее скорбными и проникновенными богослужениями. Идут последние минуты Великой Субботы, Субботы Покоя, в которую Господь Иисус Христос почил во гробе, совершив величайшее дело искупления рода человеческого. Кстати, слово «суббота» по-еврейски – «шаббат» и означает «покой». Доброе начинание прямой трансляции богослужений в Чувашской митрополии уже становится и стало традицией. Делается это для тех, кто в силу различных причин по старости или болезни, по семейным обстоятельствам или из-за удаленности от храма не может в эту ночь принять участие в богослужении и в полной мере насладиться пасхальным богослужением, пасхальной радостью. На протяжении всей практически субботы, пятницы прихожане в храме, в центре храма, могли видеть плащаницу изображения Христа, лежащего во гробе. Сегодняшнее богослужение будет состоять из трех частей. Одна часть уже завершилась. Это полуночница с каноном Великой Субботы, после которой плащаницу занесли в алтарь. И впереди у нас пасхальная заутренняя и божественная литургия. Все праздничное пасхальное богослужение пронизано светом, высеявшим из живоносного гроба, в ту далекую и всегда близкую каждому христианину ночь в древнем городе Иерусалиме. Продолжение следует... Праздник Христового Воскресения, Пасхи, занимает центральное место среди всех христианских праздников. Слово «пасха» по-еврейски «песох» означает прихождение или избавление. В Ветхозаветной Церкви на Пасху воспоминался праздник исхода народа израильского из Египта и освобождения иудеев от египетского рабства. А в Церкви Новозаветной – знамение того, что Сам Сын Божий освободил нас от рабства смерти, рабства греха и рабства дьявола. Воскресший Господь извел из ада праведников и верующего в Него даровал вечную жизнь. Кстати сказать, плащаница, которая была занесена в алтарь, будет находиться там до праздника Вознесения Господня в течение сорока дней после Пасхи, в память о том, что Господь после воскресения еще сорок дней ходил по земле, являясь учеником и открывал тайны Царствия Божия. Многие знают, что в Турине, в Италии, хранится плащаница. Они много спорят. Некоторые утверждают, что она неподлинная, но для верующего сердца любое изображение плащаницы – святыня. Трепетные и последние минуты ожидания Пасхи, собравшиеся в храме, замерли в предвкушении радости грядущего торжества. Еще немного, и пасхальный благодатный свет озарит всех. В эти минуты завершаются последние приготовления в алтаре. Алтарь – это слово латинского происхождения, в переводе на русский означает «возвышенный жертвенник». Это место, где приносится бескровная жертва благодарения – святая Евхаристия. О ней мы сегодня поговорим поподробнее. По сложившейся в России к концу XIX века практике, пасхальную, утреннюю, также часто называемую заутренней, не принято начинать около полуночи по местному времени. Пенем стихиры «Воскресенье Твое, Христе спаси!» «Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славите!» Эта стихира будет пропета трижды. В первый раз тихо при закрытых царских вратах и задернутой катапитасме завесе. Второй раз громче при закрытых царских вратах, но открытой катапитасме. И в третий раз при отверстых царских вратах громко и только до половины. Остальную половину велегласно, то есть очень громко допевает хор, символизирующий в церкви народ, то есть лик народа. Но стоит сказать, что царские врата откроются сегодня и уже не будут закрываться в течение всей Светлой Седмицы, то есть грядущей недели. Стоит сказать, что сегодня нас смотрят во всех городах, всех районах Чувашской Республики, не только на своих телеэкранах, но и через сеть интернет. За это, конечно, спасибо, благодарим Национальную телерадиокомпанию, ну и вот такая возможность в преддверии этой светлой лучезарной ночи, этого праздника, поздравить всех наших земляков, жителей Чувашской Республики, жителей районов, сел и деревень, городов. С праздником! Верующие, которые не поместились, к сожалению, в храме, находятся на территории храма под сводами, то есть под неместным небосводом, и кто сегодня вечером выходил на улицу, чувствует, что даже природа в ожидании находится на улице тихо, спокойно, штиль, достаточно тепло, и вот мы надеемся, что рассвет встретим уже радостным восклицанием Христос Воскресе. Будем Христосоваться со своими родными и близкими, дарить подарки, ну и природа тоже оживет после Пасхи. Всегда это было из года в год по приходу Пасхи начиналась настоящая весна, затем лето. Много мы видим людей, которые держат в руках светильники, свечи. Хотелось бы сказать, что Церковь это живой организм, и вовсе не стоит ее представлять как музей древности из остывших традиций. Вот одна из традиций современности сопровождать пасхальное богослужение благодатным огнем, доставленным из Иерусалима. из алтаря слышатся звуки кадила, это значит, что предстоятель, в нашем случае митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский в Сеерусе и Кирилл совершают кождение, владыка совершает кождение, мы слышим бубенчики, которые располагаются на кадиле, и после этого начнутся как раз песнопения, о которых я говорил, трижды будет пропета, сначала совсем тихо, потом громче, ну и совсем громко, с выходом на крестный ход. Кирилл 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 Круговое движение крестного хода, которое сейчас будет совершаться, это символ вечности. Участники процессии идут, начиная с младших по чину возглавляет пасхальный крестный ход владыка-метрополит Варнава Харугви, которые идут в начале крестного хода. Это знамена воинствующие, странствующие на земле церкви и торжествующие церкви на небесах. Вот мы видим, как покидают храм, идут на крестный ход священнослужители, за ним прихожане. В это время с колокольни, как с небес, раздается торжественный трезвон. В Москве существовала традиция, что первым о начале пасхальных торжеств возвещал колокол колокольни Ивана Великого. Представьте себе тихую ночь, и после этого колокола звон подхватывали все храмы Москвы, возвещая радость воскресения Христова. Эта колокольная симфония звучала над всем стольным градом Москвы. Священнослужители облачены в белые одежды в память о том, что жены мироносицы, придя ко гробу, увидели ангела в белых блестящих одеждах. Об этом сказано в Евангелии. Вожженные свечи символизируют нашу горячую молитву, а также свет Христов. Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После своего воскресения Господь приветствовал всех словом «радуйтесь, смерти больше нет». Эту радость апостолы возвестили миру, эту радость они назвали Евангелием, благовестью о воскресении Христа. Эта же радость переполняет сердце каждого верующего человека, когда он слышит Христос воскресе, и она же отзывается в нем главными словами его жизни воистину воскресе. Продолжая петь стихиру «Воскресение Твое Христе Спаси», клир и народ продолжают уйти шествием вокруг храма, который символизирует шествие жен-мироносиц ко гробу своего учителя, чтобы в соответствии с древним иудейским обычаем помазать тело умершего миром, ароматным маслом. Мироносицы, то есть носящие мира, благовония, они не побоялись в предрассветной тьме пойти в гробовой пещере, чтобы отдать последнюю дань учителю. Они еще не знали, что гроб пуст, что их божественный наставник уже там не находится, он воскрес из мертвых. Как свидетельствует Евангелие об этом чуде, их извещает ангел, по-русски вестник. Их память церковь чтит во вторую неделю после Пасхи. Оно так и называется неделя, то есть воскресенье жен-мироносиц. Это такой своеобразный православный женский день. Вторая неделя, то есть второе воскресенье после Пасхи. Мы празднуем неделю жен-мироносиц и поздравляем всех девушек, женщин с этим прекрасным праздником. Крестный ход напоминает нам также о высокой миссии следовать за Богом, прославлять Его, быть светом миру и солью земли, как говорит Евангелие. Каким бы торжественным ни было движение крестного хода, оно лишь предваряет предстоящую пасхальную радость. Пир Веры, пасхальное заутреннее у нас еще впереди. Пасхи. Чего вы так неправильно сказали? Пасхи. Продолжение следует... Как бы у гроба Господня. И здесь сейчас начнется праздничное утреннее. Вообще нужно сказать, что православное богослужение исполнено глубокого смысла и особого содержания. Каждое песнопение, каждая стихира раскрывает нам евангельский образ и дает ощущение полноты жизни. Сейчас прозвучит торжественный возглас славы святей, единосущней, животворящей и нераздельной троицы. Всегда на ней присно и во веки веков. Продолжение следует... Затем последовало так называемое пасхальное начало, которое предваряет в течение всей Светлой Седмицы служение вечере, утренней литургии. Владыка-метрополит вместе с духовенством трижды поет тропарь Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот, то есть жизнь даровав. Это же песнопение хор исполняет вслед за духовенством. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот, то есть жизнь даровав. После этого тропаря, краткого песнопения, излагающего смысл и суть праздника Пасхи, звучат слова псалма. Да воскреснет Бог и расточатся враги Его. Это древнее пророчество царя и псалмопевца Давида, жившего в IX веке до н.э. Восполняется новозаветная песня пасхальным тропарем, повествующим об исполнении пророчества. Владыка пасхально приветствует всех Его слова, которые выражают нашу глубокую веру, все наше упование. Христос Воскресе! Дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, с праздником! Христос Воскресе! Этот день наступил, сегодня мы с вами радуемся Светлому Христову Воскресенью. Светлому Христову Воскресенью. Дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, с праздником! Христос Воскресенью. Светлому Христову Воскресенью. Итак, двери храма отверзаются, вновь звучит благовест и приветствие митрополита. За владыкой в храм входят все участники крестного хода. Звучат первые приветствия Христос воскресе и жизнеутверждающие ответные возгласы сотен верующих воистину воскресе. Поздравляем всех, с кем Господь судил нам проходить земное поприще, друзей, родных, близких, каждого человека на этой земле. Христос воскресе! 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 Не один народ, а все народы сделались наследниками евангельского обетования о грядущем царстве и славы Божией. После кождения митрополит зашел в алтарь, ну а мы слышим мирную ектинию, она произносится протодиаконом. Слово греческое ектиния означает протяжное моление. По форме ектиния представляет собой диалог дьякона, который произносит молитвенные прошения, и хора, присоединяющегося к этим прошениям от имени всего народа, воспевая «Господи помилуй». Песня «Господи помилуй» Песня «Господи помилуй» Песня «Господи помилуй» О благорастворение воздуха в той изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Глава, Вильям! О благорастворения воздуха в то, что Бибриде в той изобилии плодов земных и временях, Господу помолимся. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы видим движение, вся светлая заутренняя, это сплошное движение. Сегодня вы в этом убедитесь, по контрасту от богослужений Великого Поста. Здесь сегодня будет все петься, все нараспев и поистине такой пир веры. Действительно уникальная служба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вновь мы слышали пасхальное приветствие от митрополита Варнава, который первый совершает кождение. Дальше кождение уже будут совершать следующий почин у священники, в конце дьяконы. Ну а дьякон сейчас произнес малую ктению. Это усеченный вариант иктинии великой. Вот остаются несколько прошений и она произносится быстро, то есть кратко. «Приедите, пиво пьем новое, не от камня, не плодно чудодеемое». То есть приедите, будем пить новое питье, не то что чудесным образом источилось некогда от жизненного камня, но не тление источник из гроба одождившего Христа. «Ныне от самого Христа примем напиток, источник бессмертия, в котором наше утверждение». Авторы пасхального канона, их двое, это великий православный миротворец и подвижник, преподобный Иоанн Дамаскин, живший в Сирии в восьмом веке. Ну, почему двое? Конечно, автор он один, просто он писал по мотивам слова на Пасху святителя Григория Богослова. Эти все образы, прекрасные образы, были почерпнуты от руки именно этого великого святого. Каждый день совершает теперь настоятель Покровского Татьянецкого собора, протерей Николай Иванов и ключарь Покровского Татьянецкого собора, протерей Александр Соколов. Песня 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 Вновь прозвучала «Малая ктения», что касается самого канона, то это такой особый жанр литургической богослужебной поэзии. Принципы построения канона были выработаны еще в Византии. Ну и большинство терминов, как и это слово, греческие по происхождению. Раз заговорили о греческих терминах, то вот песнопение, которое сейчас прозвучит, называется «Ипокаи». Составные части канона – это «Ирмасы», «Тропари». Но сегодня понять это можно только если в руках держишь текст, потому что все нараспев, все сплошняком хор пропевает. Поэтому ликует душа и слышит песнопение, связанное с Христовым воскресением. Конечно, исполняется радостью, но песнопения самые разные звучат. Песня «Ирмасы» Эта песня канона содержит мысль о том, что через воскресение Христова совершилось спасение всего мира. Мысленно автор обращается к пророку Аввакуму, призывая встать его на страже и указать на светоносного ангела, возвестившего спасение миру. Таким образом, он делает ветхозаветного праведника, пророка, участником нынешнего торжества. Каждый день совершают клирики по кроссу Татьянецкого собора портерей Евгений Степанов и портерей Петр Кадушкин. Песня «Ирмасы» Песня «Ирмасы» Песня «Ирмасы» Песня «Ирмасы» Субтитры подогнали Симон. Следующая песня канона призывает нас, подобно женам мироносцам, бодрствовать в эту спасительную ночь и вместо мира, то есть благовонных ароматов, принести хвалебный гимн у Христу, подателю жизни. Вновь совершается кождение, но уже говорилось, что богослужение особенное, уникальное. Кождение совершают крерики Покровск Татьянецкого собора, иерей Иоанн Маштаков и иерей Антони Ванюшкин. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. На шестой песне воспоминается сошествие спасителя Ваад. Своим сошествием Ваад Господь разрушил силы ада и открыл своим воскресением врата рая. То есть после его пришествия, после его распятия и воскресения, люди вновь получили возможность после смерти попадать в рай. Субтитры подогнали Симон. 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 В Божественной Литургии сейчас прозвучит торжественный возглас, который как бы открывает Божественную Литургию Благословенного Царства Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, ибо веки веков. Священнослужители сейчас в алтаре переоблачаются в красные одежды. Мы скоро увидим пасхальный цвет, именно красный цвет крови Спасителя, пролитый на кресте за нас. Вот вы можете видеть волонтерский корпус как раз православных добровольцев, которые были набраны к богослужению. Это и новые участники движения, и участники встречи Патриарха Московской России в августе минувшего года. Ну, всего сегодня на богослужении около 30 молодых людей, которые помогают на службе, в том числе очень важная их помощь будет во время причастия. Песня. 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 Сейчас будет произнесен отпуст и теперь в течение 40 дней песнопением «Христос воскресе измертых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав» будут начинаться все богослужения во всех православных храмах. Божественная литургия, которую мы все ожидаем, занимает, конечно, центральное место в жизни церкви и, конечно, должно стоять в центре жизни каждого христианина. Христианин должен жить в Евхаристии, по возможности, как можно чаще приступая к Святой Чаше, принимая тело и кровь Христовой. Во время Евхаристии этого таинства, в переводе оно означает «благодарение», совершается «освящение хлеба и вина в тело и кровь Христову». Евхаристия совершается в рамках Божественной литургии, что в переводе означает, в свою очередь, «общее служение Божественной литургии». Общее служение означает еще и потому, что Божественная литургия совершается соборно. Также в рамках литургии совершается таинство Пречащения. Воскресение 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 ПЕСНЯ 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 Благослови владыка и священника, отвечает благослови на царство, отца и сына, святого духа, ныне пресный во веки веков. Это говорит нам о начале божественной литургии. И вновь мирная ектенья. И вновь мирная ектенья. Вот звучит пасхальное начало. После этого начала как раз прозвучит мирная ектенья из уст протодиакона. И вновь мирная ектенья. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Давенную секунду Владыка-Митрополит перешел в алтаре в горнее место возвышение за престолом, Горное место знаменует Небесный престол Божий и означает «Превыше небесное пребывание Иисусова», говорит блаженный Симеон, архиепископ Солунский. Восходя к горнему месту, как Христос на небо, в лоноочие владыка читает молитву «Благословенный си на престоле славы Царствия Твоего, сидя и на херувимах». Сейчас давайте послушаем, как дьякон прочтет апостол, чтение апостола, затем будет уже следующий по чину совершить чтение Евангелия. ПЕСНЯ 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 Песня. 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 По традиции, Евангелие будет совершаться на нескольких языках. На русском, на славянском, на чувашском, на греческом и на латыни. Сейчас протодиаконы спрашивают благословения у архиерея на чтение Святого Евангелия. Звучит песня. 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 Звучит песня.